Итак, итоги Иннопрома, который в начале июля прошел в Екатеринбурге, вся страна будет подводить еще очень долго. Одной из ключевых тем форума стало импортозамещение. О том, как в этом направлении работает Ульяновская область, главе Минпромторга Денису Мантерову рассказал Алексей Русских. А показали те, кто своими руками создают технологии будущего. На региональном стейде было представлено сразу несколько ульяновских компаний. Одни замещают компоненты для самолета Суперджет-100, другие производят изделия из высокотехнологичных материалов, металломатричных композитов на основе цветных сплавов. Это подложки для СВЧ и полупроводниковой техники, элементы контейнеров для транспортировки и хранения ядерных материалов и отходов, а еще материалы бронезащиты. При этом начали с бытовых задач производства корпусов для светильников. Мы сохранили и сохраняем и традиционные технологии, и традиционные заказы, инновации тоже двигаем. Если мы первые несколько лет там работали, 99% традиционной, 1% инновации, на сегодняшний день 75% инновационной, 25% традиционной технологии. По соседству в Ульяновском наноцентре расположено еще одно уникальное производство. Здесь, в стерильной лаборатории, разрабатывают тонкопленочные покрытия. Это умные стекла, которые умеют менять цвет, функциональные и оптические покрытия, а также системы хранения энергии. Ту продукцию, которую мы представляли, она очень востребована в промышленности. Да, существуют импортные аналоги, но аналогов нашим изделиям в России не производится. Кроме того, те изделия, которые мы предлагали на выставке, они в выгодную сторону отличаются от импортных аналогов. В первую очередь, по своей доступности у нас полностью отечественная элементная база, во-вторых, по своей цене. А сегодня команда работает над прототипами электрохромного стекла. Под действием электрического тока оно может затемняться и снова становиться прозрачным. А еще одна передовая разработка – тонкопленочные батареи с большой емкостью и мощностью.